добрый день друзья сегодня прошьем sony xperia z в нашем случае мой аппарат это c6602 но xperia z бывает еще и c6603 кстати корпус и наклейка под аккумулятором c66 то есть не под аккумулятором а на корпусе снизу модель телефона написано снизу прямо на торце снизу телефона должна быть корпус был на корпусе написано c6603 но аппарат плата c6602 такое тоже бывает это разные немного по железу телефона нельзя прошивать прошивкой от c6603 c6602 и наоборот аппарат вы не убьете но пересчете другой правильной прошивкой все будет нормально но однако будьте аккуратны вот я вам дам ссылочку на форум фоб да здесь все прошивки утилиты я буду прошивать сейчас с помощью флештула можно прошить но она как бы обновлением на писи компании он нам на моем канале sony я показывал как прошивать кстати вышла уже новая xperia компания она зачастую эту утилита обновляется и немного другие по-другому там функции идентично конечно но немного сейчас мудренее стало и это видео я записываю для того чтобы показать нюансы прошивки новым флештула новой версии флештула потому что опять же на моем канале есть видео по прошивке флештула другую модель sony сейчас не помню тогда я прошивал старой версии флештула там как бы немного было проще новая версия флештула стала мудренее по именно по место расположения файла прошивки что для этого нужно телефон во первых заряжена не ниже чем 50 процентов батарейкой это для тех кто первый раз прошивает вообще прошивает sony или первый раз на данном компьютере даже поэтому тут же скачиваем неофициальный флештул там ссылочка будет на сайт флештула свежая версия на фоп да скачиваем скачиваем устанавливаем на компьютер при установке этой программы устанавливаются все необходимые драйвера для вашего компьютера для sony там нужно будет галочку отметить галочки на все модели выбрать и продолжить установку и все драйвера установится если будет проблема с драйверами можно установить официальный прошивальщик писи компания с ним тоже идут драйвера шнур рабочие порты на телефоне и на компьютере и нужная прошивка я брал вот эту прошивку пятую и ей прошивал c6602 501 уже по моему тет 501 вот и так вы выбираете какую лучше именно формате то есть окончание в этой прошивке . ftf итак друзья вы установили программу flash tool установились драйвера вместе с ней скачали прошивку и вот куда теперь ее класть у вас на диске c появилась папка flash tool называется в этой папке ну вот файлик flash tool exe это файл самой программы мы его будем запускать но сперва нам нужно расположить прошивку а прошивка у нас видите пользователи ваша учетка и . flash tool в папке . flash tool папочка фирм варес еще раз фирм варес уже с маленькой буквы то нет они либо с вот здесь все лежат прошивки сюда наш качанный файл и кладем вот он меня уже лежит именно в эту папку в пользователях . flash tool фирм варес фирм варес теперь просто запускаем flash tool запускаем экзешник и ждем когда программа загрузит все необходимые модули проверит место размножения прошивки вот теперь нажимаем значок молнии нажимаем верхний пункт по пункт отмечен flash mod окей в этой программе нужно ну вот видите у меня большой список потому что я много уже прошивал у вас наверное будет одна выбрать в это в самом левом окне именно все дерево до корневой папочки вот здесь вайп видите если отметите я буду отмечать юзер дата то сбросится все настройки если не отметить эту галочку то останутся ваши фотки видео я не уверен насчет контактов по идее и контакты тоже должны остаться ничего больше не отмечаем нажимаю кнопку flash кстати вот видите путь в самой программе вы можете также проверить путь какой у вас настроен до ваши до папки где располагается ошибка теперь просто ждем нужно подождать не подключаем пока телефон телефон выключены приготовлен шнур в компьютер вставлен а другой шнур пока не вставлен телефон нужно дождаться окошко которое покажет вам порядок подключения компьютеру вашего телефона дожидаемся этого окошко обязательно раньше не подключайтесь и так появилось это окошко нас интересует верхний пункт где сказано что нужно на зажать кнопку громкости минус на выключенном телефоне и просто подключить его шнуром к пк нижний пункт это для более древних телефонов sony или sony ericsson что собственно и делаем зажимаем кнопку громкости минус и просто подключаем его компьютер в результате вот это окошко должно самостоятельно исчезнуть и прошивка пойдет ну вот телефон подключился и прошивка пошла главное в этот момент аккуратненько его положить чтобы шнур не перегибался чтобы он не выскочил ниоткуда главное чтобы не оборвалась связь телефона с компьютером каким-либо образом просто ждем итак друзья прошивка завершена о чем говорит нам 4 снизу строка флешинг финишит значит прошивка завершена прогресс бар дошел до конца и все теперь можно отключать телефон и просто запускать проходить все настройки напоминаю что данная процедура удаляет все пароли и привязку google аккаунту на этих моделях на до прошивки 5 1 включительно точно на шестых ну и 6 пока нету вот на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока